Два вопроса повестки дня рассмотрели депутаты окружного собрания на минувшем заседании постоянной комиссии по социальной политике. Один из них касался санаторно-курортного лечения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Напомню, ранее этот вопрос обсуждался на встречу руководителя регионального отделения Всероссийского общества слепых с окружным омбудсменом, руководителем Департамента здравоохранения и соцзащиты населения НАО, а также представителями поликлиник. Заседание постоянной комиссии прошло с участием представителей общественности. В соответствии с 21 окружным законом граждане, имеющие на воспитание ребенка-инвалида, имеют право на получение бесплатных путевок в санаторно-курортную организацию. Переочередное право на обеспечение бесплатными путевками детей в возрасте от 4 до 9 лет, имеющим 3-4-5 группу здоровья в санаторно-курортной организации, расположенной на территории округа, для их лечения совместно с одним из родителей. Имеют дети возрасте от 10 до 15 лет, как было уже указано, имеющие 3-4-5 группу здоровья. Имеют граждане, которые имеют на воспитание ребенка-инвалида. Переочередное право законом предусмотрено. В 2017 году на учете для получения бесплатной путевки состояло 180 детей, из них 7 детей-инвалидов. Детский правозащитник Рима Галушина предложил рассмотреть возможность индивидуального сопровождения ребенка-инвалида при санаторно-курортном лечении. С этой проблемой к уполномоченному по правам ребенка в НАУ обратилась семья, в которой на воспитании находятся двое детей, в том числе ребенок-инвалид. На обоих детей были предоставлены путевки на санаторно-курортное лечение, но проезд, проживание и питание оплачивается только на одного сопровождающего. На сегодняшний момент закон предусмотрен только одного законного представителя. Здесь конкретно ребенок с синдромом ДАУ, поэтому понятно, что там полностью надо контролировать, и второму ребенку просто невозможно. Но в любом случае поедут оба родителя. И получается, что одному родителю нужно покупать дополнительную путевку. А здесь все-таки надо рассмотреть в отношении этого детей. На санаторно-курортное лечение направляет лечащий врач после оценки состояния пациента, показаний и возможных противопоказаний. Они утверждены приказом Минздрава России. В соответствии с документом и с перечнем показаний для получения бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение два года назад были исключены болезни слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. В прошлом году ни один из инвалидов не получил бесплатную путевку на санаторно-курортное В информационном письме Минздрава, которое ведомство направило в ответ на письменное обращение окружного профильного департамента, сказано, что получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение можно по основному заболеванию, не связанному с получением инвалидности. С этой позиции не согласна уполномоченная по правам человека в Неницком округе Лариса Сверидова. Мы понимаем, что да, нам можно отправить человека в любой санаторий по сопутствующему заболеванию, но там не будет, например, если потеря слуха или частичная, там не будет аудиометрии. Там не поймут, какой уровень на сегодняшний момент у человека со слухом и не поймут, как его восстанавливать. Здесь надо отметить о том, что у нас регион, чем еще характеризуется специфика нашего региона, это различные шумовые профессии, которые, например, нефтедобыча, это силовые органы, там, где легко получают травму слухового нерва. И поэтому эти люди уже не смогут рассчитывать на специализированную помощь. Решить эту проблему на разных уровнях пытаются власти региона и правозащитники. Но пока учреждения, выдающие направления и путевки на санаторно-курортное лечение, будут действовать на основании приказа Минздрава. Руководство окружного профильного департамента пообещало довести эту информацию до лечащих врачей. Поэтому со стороны медицинского сообщества проблем с выдачей направлений не возникнет. Другой вопрос, как эти путевки будет выдавать Фонд социального страхования. Работники учреждения здравоохранения могут определить основное заболевание. Если эта справка будет подписана 070, нам предоставлена, то мы гражданина отправим, но для лечения основного заболевания, которое будет указано лечебным учреждением. То есть, если у него заболевание глаз или уха, а ему поставят заболевание опорно-двигательной системы, то мы его отправим лечиться на опорно-двигательной системе. Здесь, к сожалению, отправить на лечение основного заболевания, так скажем, мы не сможем. На заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов было принято решение рекомендовать администрацию округа направить обращение в правительство страны с просьбой внести изменения в приказ Министерства здравоохранения с учетом интересов людей с ограниченными возможностями здоровья. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».